Встречайте нашего героя Алексея Бусарова Еще Юрий Гагарин говорил, помните, друзья, путь в космос для каждого из нас начинается здесь, на Земле. Возможно, по этой причине Алексей Бусаров, жизнь которого с детства связана с астрономией, рука об руку идет и с земными увлечениями. Но все-таки билет на МКС у него, конечно, есть. Мне мой сын нарисовал на клочке бумаги. Сначала мне подумают какие-то каракули, намеки на буквы. Потом мне сказал, что это билет на МКС. Так что у меня есть билет на МКС. Конечно, дети Алексея сейчас многое знают о космосе, ведь наш герой – астроном со стажем. А сам Алексей увлекся красотой Вселенной во втором классе. Тогда на новогоднюю елку мама ему шила костюм звездочета. Такой колпак со звездами, накидка со звездами. В общем, было все красиво. И мне подарили как раз на этом мероприятии, на этой елке, такую настольную игру «Найди созвездие». То есть это такое поле, на котором были нарисованы созвездия и карточки, где нужно было как-то выкладывать в каком-то порядке эти созвездия. Причем эти карточки можно было вырезать и время даже с ними выйти под звездное небо и найти на небе эти созвездия, чем я здесь вот как раз рядом с этим домом и в детстве занимался. Алексей подпитывал свой интерес к звездам в астрономическом кружке в школе, затем в ВУЗе. Несмотря на то, что его первое образование учитель географии, в студенческие годы он был лаборантом в обсерватории, сотрудником станции наблюдения искусственных спутников Земли. Сейчас технологии немножко изменились. Раньше наблюдение с 1957 года, эта станция существует, то есть почему с 1957 года, это был как раз запуск первого искусственного спутника Земли. Именно студенты Пединститута наблюдали вот этот пролет. Причем не только нашего Пединститута, это была целая сеть из 40, по-моему, с лишним учреждений по всей стране. Получив одно образование, Алексей на этом не остановился, поскольку после ВУЗа он связал свою жизнь с топографией. Он отучился на инженера-геодезиста и теперь выполняет свою работу с помощью превосходного оборудования GPS-навигации. Современное оборудование, с которым мы сейчас работаем, оно позволяет нам выполнить любой спектр геодезических задач. То есть мы делаем топографическую съемку, она необходима для проектирования строительства зданий, сооружений, прокладки коммуникаций. Также мы занимаемся кадастровой деятельностью, то есть мы участвуем в межевании. Алексей решил, что ресурс оборудования можно использовать и в качестве художественного средства. Вопрос о том, что нарисовать не было. Они с напарником в течение нескольких часов исполнили портрет Юрия Гагарина на снегу. Перед днем космонавтики в 2016 году. Мы в географических координатах, используя сетку географических координат, начертили портрет Гагарина. Перевели все это в цифровой вид, закачали в антенну и оборудование нам просто показывает. Так, вот вы сейчас находитесь здесь. Для того, чтобы у вас получилась линия, вы должны пройти из этой точки в эту, повернуть здесь, повернуть там. На снегу получились линии и следов художников-геодезистов. Смонтированное видео всего произошедшего они отправили на сайт, созданный специально в честь юбилея Дня космонавтики. Оттуда звонок буквально через несколько часов. Говорят, ребята, мы увидели ваш ролик, нам так понравилось. Говорят, давайте ваши координаты, где это находится. Мы сейчас там попросим людей, у нас связь с МКС, они вас сфотографируют, где это есть. Я говорю, ну, все уже поздно, все уже растаяло. Мы рисовали это 29 апреля, чтобы успеть смонтировать ролик. А уже где-то 5 или 6 были теплые дни, и это все просто растаяло. Он говорит, ну, давайте, если у вас в следующий раз будет такая идея, давайте с вами скорректируем все это дело, и мы постараемся из космоса сделать ваш рисунок. Алексей поддерживает контакт с этими людьми. Поблагодарили геодезистов и представителей компании, чье оборудование они использовали во время исполнения рисунка. Подарили хорошую лазерную рулетку. Позднее напарники исполнили еще один портрет, уже на заказ, известной певице Земфира к ее дню рождения. Но возвращаясь к теме космоса, нельзя пройти мимо еще одного увлечения Алексея – фотоаппаратов. Первый из них появился у нашего героя в третьем классе. А уже в студенческие годы Алексей начал пополнять свою шикарную коллекцию. Когда ты видишь изображение кверх ногами, ты очень остро воспринимаешь композицию. То есть вот ошибиться в композиции, вот с этими линиями золотого сечения, которые вот по правилам построения кадра, как раз вот и помогает именно вот этот перевернутый изображение. Вот не знаю почему, вот у меня получается так. Фотоаппараты из фотоателье из России, Германии, Белоруссии дают изображение как в цвете, так и черно-белые. А эта камера именуется карданной. Ее части двигаются под разными углами. Она имеет интересную особенность. В результате мы можем получить интересный кадр, когда у нас, например, на переднем плане и на заднем, на переднем и на заднем плане резкое изображение, а в середке изображение не резкое. А эта фотокамера долго стояла здесь, напротив окна. При входе в комнату Алексей и вся его семья наблюдали разные готовые картины. В кадре солнце на рассвете, цветущая яблоня, опавшие листья осенью и снежные явления. С учетом всех увлечений Алексея, его семья разделяет его интересы. Я надеюсь, что все с уважением, с пониманием относятся. Там, может быть, они где-то в сторонке хихикают, но мне этого не показывают. Эти фотоаппараты, как и современные, могут делать снимки космоса. Начинал же Алексей фотографировать объекты на небе пленочным фотоаппаратом. Вот такие снимки получались, не хуже нынешних профессиональных. Вставился фотоаппарат, длительная выдержка, звезды перемещались, составляли такие треки. Вот очень красиво получалось, если навестись на полярную звезду, вокруг нее получалось такое движение звезд. Все это потом собиралось, неслось в лабораторию, проявлялось и смотрели. Получилось, не получилось. То есть процесс этот затягивался очень надолго, иногда даже на несколько дней. Это сейчас. Настройки фотоаппарата можно сразу поменять, посмотрев на первый снимок на дисплее. В студенческие годы Алексей с друзьями шли ва-банк, нарабатывая опыт. А ведь, оказывается, картинка все равно не передает тот масштаб, который существует в реальности. Например, цвет. Сейчас такие технологии существуют, которые позволяют получить изображение объектов, которые мы в принципе не видим. Которые излучают в диапазоне, не воспринимаемом человеческим глазом. Для этого нужно как-то их интерпретировать для нас, и появляются такие псевдоцвета. Лучшие компьютеры и телескопы мира дорисовывают для людей изображения радиогалактики и радиоволн. Они есть, но увидеть человеческий глаз их не может. Зато можно увидеть много чего еще. Алексей регулярно выезжает за город с семьей и такими же любителями звездного неба за город. Где можно наблюдать различные космические явления, даже зимой. У нас минус 30. Вот мы там пробыли всю ночь. В принципе, вот такие у нас героические были выезды. Но у нас в том числе есть не только загородные выезды, но и наблюдения в городе, так называемые вечера тротуарной астрономии, куда мы приглашаем всех желающих. Например, на Кремлевском валу. Присоединиться к астрономам может каждый. Узнать о том, когда будут следующие наблюдения, можно на сайте Меридиан 39. Для людей у Алексея родилась еще одна идея. За свою жизнь он собрал много книг о космосе и астрономии. Есть издание, начиная с 1905 года. Он подумал, почему бы не организовать библиотеку. На время давать людям прочитать что-то интересное. У Джиперлимана есть занимательная физика, а там есть целые главы, которые он дописал вместо Жюльверна. То есть из «Пушки на луну» у Жюльверна такой был роман. И вот он какую-то главу просто сам дописал, обыгрывая какие-то физические явления. То есть вот он там написал, было бы интересно, что бы Жюльверн делал, когда ему нужно было приготовить, допустим, бульон в этом снаряде, летящем на луну. И вот он описывает эту ситуацию. А ведь одна из книг сподвигла и самого Алексея еще в юношестве к большому поступку. Вот эта вот книга вообще сподвигла меня ехать в Архиз, где находится вот этот вот телескоп. Ну, это самый большой телескоп европейской части. Первый раз я съездил туда один. Второй раз на Новый год, вот в 16-й Новый год, мы поехали туда всей семьей. Вот, все были в восторге. Целую неделю они жили в комфортных условиях, рядом с огромным телескопом. Проводили наблюдения, делали снимки, видео. К незабываемому отдыху привело его прочтение этой книги в детстве. Спустя годы Алексей реализовал свою мечту. По его словам, все, что он делает сегодня, он делает для того, чтобы вокруг него собрались те люди, которым будет это интересно. Для этого Алексей сам старается быть интересным. Вот такой симбиоз. В следующей программе «Человек в городе» мы расскажем вам историю известного на весь мир художника. Он не работает над картиной, он оживляет атмосферу и события на ней. Василий Николаев в своей мастерской на Рязанской земле специально для вас. Редактор субтитров А.Семкин